Буквально несколько минут назад стали известны чрезвычайные новости в антикоррупционном комитете Никиты Михалкова и трагические новости о семье Олега Газманова. Главная новость дня. Сотрудники антикоррупционного комитета совместно с органами полиции вышли на преступников, которые совершили нападение на товарища Бастрыкина и спровоцировали дорожно-транспортное происшествие с его участием. Главными виновниками трагедии стали члены московской преступной Ореховской группировки, которые, как стало известно, повредили тормозную систему в служебном автомобиле товарища Бастрыкина, что в итоге и привело к трагедии. На данный момент разыскиваются преступники и руководитель Ореховской группировки. Однако, как считает следствие, члены группировки это всего лишь исполнители, а за ними могут стоять могущественные заказчики, которых необходимо разыскать. Отметим, что в результате трагически дорожно-транспортного происшествия с участием товарища Бастрыкина погибла супруга члена антикоррупционного комитета и начальника следственного комитета. Пресс-служба антикоррупционного комитета сообщает трагические новости о семье известного певца Олега Газманова. Зрители с большим стажем могут помнить, что несколько дней назад в поезде Самара-Санкт-Петербург произошло чрезвычайное событие с сыном Олега Газманова Родионом, музыкальным продюсером, мужем певицы Валерии Иосифом Пригожиным и певцом Денисом Майдановым. Родион Газманов на тот момент баллотировался в депутаты и ехал на избирательную кампанию в Санкт-Петербург в кампании Иосифа Пригожина, Дениса Майданова и Олега Газманова, однако по пути произошло чрезвычайное событие. После ужина вагон-ресторане Родион Газманов находился в состоянии алкогольного опьянения и затеял конфликт с музыкальным продюсером Иосифом Пригожиным, в результате чего произошло ЧП, он скинул Иосифа Пригожина с поезда, в результате чего муж певицы Валерии оказался в реанимации в тяжелом состоянии. В результате печального события Родиона Газманова не спасли его связи и высокопоставленные друзья его отца Олега Газманова. Родиона отправили в мужской изолятор города Москвы, что привело еще к большей трагедии. Родиону Газманову не сделали никаких снисхождений и отправили в общую камеру, где находился уже другой известный публичный человек, зять бывшего министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу, известный блогер и спортсмен Алексей Столяров, который находится в СИЗО уже второй месяц, по обвинению в получении крупных денежных взяток и поставке некачественного оборудования в зону спецоперации. Родиону Михайловичу Газманову пришлось очень непросто в общей камере, а Алексей Столяров, несмотря на то, что он является мастером спорта по боксу и классической борьбе, не пришел на помощь сыну Олега Газманова. Больше всего не взлюбил Родиона Газманова смотрящий по камере известный криминальный авторитет Анатолий Кочетков по прозвищу «Питерский Бизон». Он является близким другом таких известных криминальных авторитетов, как Саха Казанский, Каха Сочинский и Махмуд Сибирский. По словам администрации следственного изолятора, уже на вторую ночь в камере Родион Газманов отчаянно стучал в дверь камеры. И просил его перевести в одиночную. Однако администрация СИЗО, следующая общим правилом, не пошла навстречу Родиону и оставила его в прежней камере, что и привело к печальным последствиям. Стало известно, что после трех дней пребывания в следственном изоляторе в общей камере, сокамерники дали прозвище Родиону Газманову под названием «Родинка». Теперь сын Олега Газманова спит в петушином углу и выполняет все желания своих сокамерников. Однако, несмотря на все трагические события, антикоррупционный комитет и следственный комитет во главе с товарищем Бастрыкиным не собирается освобождать Родиона Газманова. Напомним, что Родион, помимо нанесения тяжких телесных повреждений Иосифу Пригорину, обвиняется также в нападении на двух известных артистов-членов антикоррупционного комитета Ирину Муравьеву и Вячеслава Добрынина, которое произошло еще в начале этого года. Родион Газманов и прежде арестовался, однако ему на помощь приходил его высокопоставленный друг, пресс-секретарь Верховного Главнокомандующего Российской Федерации. Ну и по традиции последние новости о антикоррупционном комитете Никиты Михалкова и его работе. Пресс-служба организации по борьбе с преступностью и коррупцией сообщает трагическую новость о известном актере-члене комитета Юрии Кузнецове. Внук известного актера Юрия Кузнецова три дня назад погиб в результате спецоперации. На этой неделе руководством антикоррупционного комитета было открыто три филиала антикоррупционной организации в крупных городах Российской Федерации, в городах Пензе, Липецке и Кирове. На данный момент по всей России функционирует уже 97 подобных организаций. Пресс-служба антикоррупционного комитета сообщает несколько трагических новостей из мира российского шоу-бизнеса и культуры. Сегодня утром на 83-м году жизни скончалась мать известного режиссера Александра Стриженова, российская и советская актриса Любовь Стриженова. Причиной летального исхода стал инсульт. Впервые актриса сыграла в кино еще в 1958 году. Дебют состоялся в фильме «Улица молодости», а всего она сыграла почти в 50 проектов, отметившись в таких культовых картинах, как «Вечный зов», «Стежки-дорожки», «Каникулы-кроша» и «Бесы». В 2006-м она снялась в комедии «Любовь-морковь» и больше не появлялась на телевидении. Еще одна трагическая новость. Несколько дней назад в возрасте 90 лет ушла из жизни народная артистка Советского Союза, прима-балерина Большого театра Марина Кондратьева. Причина смерти пока неизвестна. Дважды Марина Кондратьева снималась в фильмах-спектаклях. Многие телезрители помнят такие балеты с ее участием. Легенды о любви и погонении. Важная информация о состоянии здоровья известных артистов-членов антикоррупционного комитета. На данный момент целый ряд сотрудников организации находятся в больницах в состоянии разной тяжести. Безусловно, наибольшее опасение вызывает дочь Никиты Сергеевича Михалкова, Анна Михалкова. 49-летняя женщина находится в состоянии комы уже третий месяц в результате нападения, которое произошло на 49-летнюю женщину несколько недель назад. Помимо этого, в состоянии разной тяжести в больницах разных городов Российской Федерации находятся такие актеры-члены комитета, как актриса Наталья Варлей, актер Александр Михайлов, Никита Малинин и Дмитрий Харатьян. Уважаемые зрители, если вы желаете выздоровления членам комитета и поддерживаете их деятельность, то можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий.